Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение первого послания Коринфянам, 13 глава. Наверное, среди всего содержания первого послания Коринфянам, 13 глава наиболее известна, поскольку здесь апостол Павел как бы вклинивает то, что, собственно, не входит в проблематику его письма, он говорит о любви, вернее, конечно, темой любви пронизаны все послания, поскольку мы с вами помним, что главной темой этого послания является многочисленное разделение, которые имели место быть в Коринфской церкви. И вот апостол Павел говорит о том, что может преодолеть все эти разделения, что может соединить Коринфскую церковь. Это любовь. И действительно, между 12 и 14 главы, которые, собственно говоря, связаны одной темой, темой дара говорения на языках и вообще духовных даров в церкви, он как бы вклинивает вот этот гимн, гимн любви. Итак, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кивал звучащие. Что касается человеческих языков, то здесь все понятно. Речь идет именно о языках иностранных, то есть языках, которые не знакомы слушателям. Языков английских, конечно, как таковых не существует. По крайней мере, они нам уж точно неизвестны. Но, по крайней мере, возможно, что речь идет о каких-то не совсем понятных языках, которые имели место быть при даре говорения на языках. Но, скорее всего, речь идет именно просто о неком преувеличении, о том, что человек действительно уверен в том, что он достиг каких-то духовных даров, какой-то высшей планки познания, что он знает то, чего не знают другие. «И если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, всякую веру, то, что могу и горы переставлять, и не имею любви, то я ничто». Конечно, здесь возникает вопрос о том, как человек, который не имеет любви, может переставлять горы. То есть здесь отсылка на известное евангельское обетование, которое Христос дает своим ученикам о том, что если они будут иметь веру с горчичное зерно, то смогут и переставлять горы. На практике мы, конечно, не знаем таких свидетельств в истории церкви, но, с другой стороны, в этих словах апостола Павла есть некое преувеличение. Он говорит просто о том, что на самом-то деле любой дар без любви теряет всякий смысл и ценность и продолжает. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, о любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Итак, конечно, этот первоначальный посыл, эта точка отчета, с которой апостол Павел начинает свой разговор о любви, имеет прямое отношение к состоянию Каринской церкви. Мы уже говорили, и речь будет об этом дальше, что тема духовных даров и, прежде всего, говорения на языках была одной из животрепещущих проблем Каринской церкви. Имели место там и пророчества, о чем, опять же, речь идет впереди. Ну и, конечно, тема имущественных отношений, она тоже в послании поднимается. Это шестая глава, мы уже об этом говорили. Итак, что же касается любви? Любовь долготерпит, то есть не просто терпит, что бы то ни было, что довольно свойственно для людей, в принципе, в разных ситуациях. Хотя, конечно, часто люди и проявляют свою нетерпеливость, несогласие, неготовность, что бы то ни было, переносить. И вы уже понимаете, конечно, что вот в этой такой разноголосности, разношерстности Каринской церкви терпение апостол Павел выставляет именно как первый добродетель, как то, что пытает, то, чему возможно соединить, казалось бы, несоединимое. Но речь вот не просто о терпении, а о долготерпении. А долготерпение – это уже не человеческое свойство, это свойство прежде всего Божие. Бог долготерпелив и многомилостив, говорит Писание. И поэтому долготерпение – это уже вхождение в пространство божественной любви. И это значит, что это терпение, оно уже не имеет окончания. Ведь в обычной человеческой жизни, честно говоря, можно сказать, ну все, мне уже вот надоело тебя терпеть, больше я не могу, сколько можно в конце концов. Но мы понимаем, что для Бога это невозможно в принципе. Бог готов терпеть. И вот это долготерпение, оно ко всем, прежде всего, характеризует его любовь. Любовь милосердствует. Милосердие – это не просто какая-то благотворительность, какая-то активность. Милосердие, оно всегда связано с изменением шкалы ценностей. Когда я другого человека предпочитаю себе, когда его нужды, его болезни, его проблемы, они становятся важнее, чем мое собственное время и силы, и возможности, которым я располагаю. При этом милосердие, оно отказывается от какой-либо оценки человека. То есть, не важно, да, хороший он, плохой, какая у него национальность, пол, и что бы то ни было еще, это не имеет значения. Важно, что он попал в беду, важно, что он, скорее всего, страдает, важно, что ему нужна помощь. А кто он, это уже не имеет значения. И вот милосердие, оно, конечно, связано с любовью, потому что любовь – это, прежде всего, именно ценностная перемена, когда другой для меня является более ценным, чем я сам. И милосердие, оно предполагает именно такую переоценку. Любовь не завидует. Зависть, конечно, одно из распространенных свойств человеческих отношений, грехов. И зависть, прежде всего, связана с тем, что человеку кажется, что он не оценен так, как должно, что ему, в силу его возможностей, способностей, и чего бы то ни было еще, полагаются от жизни гораздо больше, а в наличии, в действительности ничего нет. Другие, которые, как кажется, ему менее талантливы, менее значимы, менее одарены, имеют гораздо больше, а у него ничего этого нет. И зависть, она очень часто разъедает человеческие души. Человек не может с этим согласиться, смириться со своему делом, что кому-то дано больше. И поэтому единственный выход из зависти – это согласиться с этим и сказать, пусть будет кому-то лучше, чем мне. Любовь не превозносится. Ну, превозношение всегда связано с тем, что человек оценивает себя излишне высоко, а на других смотрит с некоторого пьедестала. Конечно, любовь, она предполагает равенство. Человек не может любить, если он смотрит на всех свысока, предпочитая себя другим. И поэтому с этим же связано и следующее требование, следующее свойство любви – любовь – не гордиться. Гордость, она всегда связана с верой в собственную исключительность и значимость. Вообще, гордость, она прежде всего определяется тем, что человек другими, в принципе, не интересуется. Для него другие перестают быть значимым. Он важен сам для себя. Гордость всегда связана с самодостаточностью. Гордостью, в принципе, уже никто не нужен. И поэтому, естественно, гордость, она несовместима с любовью. Гордость – это, по сути, своё самолюбие, эгоизм. И поэтому подданная любовь, она не гордится и не бесчинствует, продолжает апостол Павел. А что это значит? Казалось бы, бесчинство – это некое хулиганство, эксцентрическое поведение, вызывающее, провоцирующее у кого-то. Конечно, очевидно, что оно никак не может быть связано с любовью. Но на самом-то деле апостол Павел говорит не об этом. Мы, кстати, узнаем это из следующей главы. Он говорит именно о том, что мы называем слово «чин», то есть о некоторой упорядоченности, гармонии и любви по своим установкам в принципе свойственно стремиться к этой гармонии, к этому единству. Потому что бесчинство – это всегда разлад, некое расстройство, распад. А чин, он, наоборот, упорядочивает, он гармонизирует, он соединяет вместе. Поэтому примитивно, особенно к богослужебным собраниям в Каринской церкви апостол и говорит, любовь не бесчинствует. Любовь не ищет своего. Ну, а поиск своего, он всегда связан с тем, что человек хочет воспользоваться чем-то, что есть у другого, то есть какие-то есть у другого возможности, может быть, данные, что-то еще. И поэтому этот поиск своего, он связан всегда с корыстным потребительским отношением к другой личности или к другим людям. И любовь, она не только не ищет своего, она готова, как мы понимаем, свое отдавать другому, не ожидая ничего взамен, не желая ничего от этого получить или поиметь. Поэтому любви свойственна самоотдача. Любовь, она всегда крестна. Она действительно ищет не своего, а интересов другого. Всегда отвечая на этот вопрос, а что я могу сделать для других? Любовь не раздражается. Ну, раздражение – это одно из проявлений страсти гнева. И, как правило, она связана с тем, что что-то происходит не так, как бы человеку хотелось. Потому что в жизни, как правило, превалирует своеволие, желание, чтобы было все так, как я хочу. Но так никогда не бывает и не может быть. Жизнь нас убеждает в этом каждодневно. И поэтому любовь не раздражается, потому что она не настаивает на своем. Она не хочет, чтобы осуществилась только собственная, своя воля, чтобы она обязательно победила. Потому что ведь человек раздражается еще и потому, что он уверен, что он всегда прав. Да, что должно быть именно так, как он хочет. И других вариантов просто нет и не может быть. А вот смирение, принятие другой личности, такой, как она есть, исключает гнев, исключает раздражение, исключает всякую ругань и все, что может быть с этим связано. Не мыслит зла. Ну, казалось бы, да, действительно, любовь, она не должна допускать никакого зложелательства. Но все бывает, конечно, и уже приходилось говорить, что человеческие отношения, они очень неустойчивы. Сегодня мне кажется, что я человеку любви больше жизни. А завтра что-то происходит, да, что-то человек сделал не так, может быть, ошибся или как-то повел себя не так, как я от него ждал. И любовь сменяется неприязнью, обидами, претензией. И все это мы с вами хорошо знаем за собой. И даром люди говорят, от любви до ненависти один шаг. И тогда же, когда возникают такие ситуации, появляется стремление каким-то образом отомстить, да, сделать, может быть, человеку что-то плохое, недостойное. И апостол Павел, конечно, обращаясь именно к Оринской общине, исключает такую возможность. Даже если между ними существует трение, даже если они не во всем находят общего языка, предпочитая одни другим, то это еще не значит, что должно быть какое-то вот желание, да, человеку нанести ответный удар, каким-то образом, может быть, его унизить, да, обиды, они должны быть полностью исключены, с ним необходимо бороться. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Ну, а когда можно радоваться неправде? Почему вообще неправда, она может вызывать радость, какую бы то ни было положительную оценку? Ну, как правило, это бывает тогда, когда в неправде есть какая-то личная заинтересованность, да, когда ложь, она вклинивается в человеческие отношения, а ложь вклинивается тогда, когда есть, как бы, вот такая, как бы, заинтересованность в том, чтобы обмануть кого-то, да, когда в этом есть всегда какая-то выгода, свой личный интерес. И вот, конечно, в любви ложь невозможна. Если мы кому-то лжем, значит, мы не любим, значит, мы не доверяем другому человеку. И, конечно, поэтому пытаемся с помощью лжи от него каким-то образом отгородиться, избежать, может быть, неприятных, как нам кажется, для себя ситуаций. Любовь, да, не только исключает ложь, но, наоборот, стремится к правде, к истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот, как апостол завершает это перечисление, все покрывает. Конечно, не означает, что она закрывает глаза на все, но, по крайней мере, такое стремление есть. Потому что в отношениях, в восприятиях с другими людьми нередко на передний план выходят именно какие-то недостатки человеческие, изъяны. И очень часто именно они определяют наше отношение к другим людям. Мы видим, в первую очередь, плохое, а не хорошее. И поэтому, конечно, нужно стараться видеть добро в человеке, то хорошее, что в нем всегда, несомненно, есть. Всему верит. Конечно, не верит всяким россказням, небылицам. Но это означает, что, по крайней мере, доверие априори существует. То есть мы предполагаем, мы согласны с тем, что другой человек, любимый, он не может меня обмануть. Всего надеется. То есть надежда всегда связана с устремлением в будущее. И, конечно, другими словами, речь о бубовании. И любовь, она не зацикливается лишь на каких-то семьюнных ситуациях, на них не останавливается. И она всегда надеется. Надеется на лучшее. Надеется на какие-то перемены, которые произойдут в будущем. На какие-то улучшения, которые неизбежны. То есть она живет не только нынешней ситуацией, но и радужной ситуацией предполагаемого будущего. И, наконец, все переносит. Но все переносит практически то, с чего апостол Луна Павел начал. С терпения. То есть то, о чем он так замечательно говорит в послании Галатам. Друг друга тюготы носите, и так исполните закон Христов. Любовь готова нести немощи, недостатки, изъяны, шероховатости, особенности характера, психологические какие-то несостоятельности других людей. Ради любви, ради чего-то большего. Потому что изъяны, недостатки есть у всех людей. Но на них никогда нельзя зацикливаться, никогда нельзя останавливаться. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умокнут, и знанию упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенческим говорил, по-младенческим мыслям, по-младенческим рассуждал. Когда стал мужем, то оставил младенческое. Теперь же видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а я тогда познаю подобно, как я познан. А теперь пребывают все три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Итак, апостол Павел говорит об ограниченности любых даров, которые имеют место в этой жизни. Он сравнивает нынешнее состояние человека с состоянием младенца, который еще не перешел в совершенство, которого это совершенство только ждет за порогом смерти, чтобы он себя не мыслил, как бы он себя не представлял, все равно. Но все способности, все дары, в том числе и пророчества, и знания, они ограничены. Ограничены временем, ограничены ситуацией этой жизни, потому что будущее жизни он просто еще не знает. И поэтому только выход за пределы этого земного существования, он расширяет возможности человека, о чем говорит апостол Павел, и не случайно, он говорит, что мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Отнесем удачный перевод. Речь идет не о матовом стекле и не о том, что как слюда оно плохо пропускает свет. Речь идет именно о том, что пока не была изобретена амальгама, то обычно для того, чтобы воспользоваться зеркалом, просто металл полировали до блеска. Конечно, все равно изображение, которое получали таким образом, было очень далеко от оригинала, но ничего другого в то время просто еще не существовало. И поэтому апостол Павел говорит именно о некой искаженности, о том, что мы смотрим в это зеркало, но все равно это еще не та реальность, не реальность вовсе. И, конечно, вся эта ограниченность преодолевается в тех трех добродетелях, о которых говорит апостол Павел. Вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше, говорит апостол. Именно почему? Потому что любовь, она переходит к границе времени. То, что человек сейчас знает, то, чем он обладает в нынешней жизни, в будущем, ему не пригодится. Эти способности, они так и останутся на этой земле. Но любовь, она никогда не прекратится, потому что то, что связывает людей в вечности, это любовь. Любовь, собственно, единственное, что там пригодится, что там будет нужно. И, конечно, эти замечательные слова апостола Павла дают нам возможность вновь и вновь задать этот вопрос. А как мы любим? Насколько мы любим? Есть ли эта любовь у нас? Или ее, как всегда, не хватает и недостаточно? Мы до сих пор не научились любить. И выход из этой ситуации только один – просить этой любви у Бога, потому что Бог есть любовь. Спасибо. 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 Спасибо.